здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов бардачок и на ваших экранах снова я александр трепетин одна из нашумевших автомобильных тем ушедшего лета предложение министерства инфраструктуры снизить скорость населенных пунктов до уровня 50 километров в час традиционно все новшества оправдывается пресловутым как в европе вот только мы пока не в европе и так министерство инфраструктуры одобрила в целом проект постановления кабина о снижении скоростного режима в населенных пунктах до 50 километров в час объяснение как уже было сказано самое модное существующих пресловутые европейские стандарты ну и цель вполне благородная уменьшить риск дтп на украинских дорогах представители министерства утверждают ссылаясь на данные полиции что именно превышение скорости чаще всего становится причиной аварии ну про это уже говорил я не раз причина большинства дтп не превышение разрешенной скорости а превышение безопасной скорости а это как говорят в городе герой одессе две большие разницы еще один аргумент приверженцев снижение скоростного режима снижение риска для пешеходов они утверждают что наезд на пешехода автомобилем движемся со скоростью 60 километров в час заканчивается смертью в девяти случаях из десяти аналогичный случай произошедший при скорости 50 уменьшает риск смерти пешехода чуть не в 10 раз но с этим спорить трудно однако задайтесь вопросом а почему происходит наезд на пешехода да потому что пешеход внезапно оказывается перед водителем и что интересно в таких ситуациях чаще всего виноват именно пешеход не убедившийся в безопасности перед выходом на проезжую часть ну ладно сейчас не об этом речь давайте о скорости в европе раз уж на нее так часто ссылаются ограничение 50 километров в час столь популярная в некоторых хоть не во всех странах европы связаны в первую очередь с особенностями архитектуры европейских городов у нас таких городов изобилующих узкими проездами значительно меньше и обзор для водителей на наших улицах значительно лучше то есть имеем другие исходные условия соответственно другое поведение участников движения кстати о поведении как показывает практика последних лет любые ограничения скорости без соответствующего контроля не более чем фикция вот какой процент харьковских автомобилистов придерживается режима 60 километров в час на прямых ровных участках типа проспекта гагарин или белгородского шоссе думаете если вести ограничение 50 на этих дорогах что-то поменяется без тотального контроля ничего ну ладно допустим ввели контроль скорость потока снизилась что изменится да по сути ничего пешеходы станут чаще внезапно для водителей выходить на дорогу дескать затормозит успеть он же медленно едет со второстепенной будут машины чаще выскакивать надеюсь проскочить скорость потока низко ну и так далее вывод ну тут позволю процитировать себе джимми кларксона скорость еще никого не убила убивает резкая остановка перевожу для повышения безопасности движения надо не скоро снижать а снижать вероятность столкновения устраивать подземные-наземные переходы изменять порядок проезда опасных перекрестков жестче наказывать нарушителей но это же требует усилий а принятием постановления кабина всего лишь пару движений руками вот так и живем на внедорожные соревнования я как правило попадаю по служебной надобности и крайне редко в роли простого зрителя трофе дикари тот самый редкий случай когда съемки думается меньше всего на берегу старосалтовского водохранилища перед дамбой выстрелся ряд полноприводных автомобилей которые принимают участие в трофе и пока проезжающие граждане с удивлением разглядывали столь разнообразную технику штурманы экипажа заливали в навигаторы координаты контрольных точек трофе это тот вид внедорожного спорта который предусматривает поиск и взятие контрольных пунктов обозначенных соответствующим номером и цветом для более подготовленных машин запланировано 24 точки для практически серийной техники 28 однако в первую очередь трофе дикари это все же не спорт в чистом виде а как говорят организаторы просто вид активного отдыха на природе трофе дикари это мероприятие которое появилось 9 лет назад оно было создано для того чтобы люди выехав на природу увидели всю ее красоту и параллельно те кто обладает тягой бездорожью кого тянет загнать же подальше в грязь выкарабкиваться чтобы они наслаждаясь природы могли одновременно получить удовольствие от бездорожья формат мероприятия это 24-часовая гонка нон-стоп экшен ребята выезжают ездят день ездят ночь нас очень финиширует масса эмоций масса драйва масса приключений всегда что-нибудь происходит интересное у нас всегда форма формате этого мероприятия задуман именно классический отдых а не только спорт в отличие от традиционной разбивкой по категориям как это принято по регламентам федерации автоспорта в дикарях деление на классы менее строгое в туризм попадают автомобили просто без лебедок в хард машины на нестандартных больших колесах 33 35 дюймов с одной лебедкой ну и категория супер хард все что не вошло в первые два класса вплоть до каких-нибудь бигфутов ну бигфутов в ряду машин не наблюдалось а вот известный уже всей украине агрегат хжак присутствовал до сих пор не понимаю как пилот сего монстра не запутывается в огромном количестве тумблеров и переключателей ведущих внедорожными прибамбасами после торжественного построения колонна внедорожников отправилась на другой берег реки к месту спортивного старта старт давался всем категориям одновременно на лугу недалеко от известной базы имени соича перед стартом экипаж в очередной раз проверили технику многочисленные болельщики пользуясь возможностью фоткались на фоне внедорожников среди зрителей были представители местной администрации без поддержки которых мероприятия вряд ли состоялось бы выстрелы пушки послужил сигналом к старту экипажа рванули с места зрителям ну и мне в том числе оставалось только не отставать от них чтобы успеть разглядеть самое интересное увы это оказалось то еще задачкой во первых дороги ну то что местные жители считают дорогой явно таковым не является очень давно там где когда-то был асфальт лучше вообще не ехать или ехать очень аккуратно даже на внедорожнике вот по грунтовкам было ехать приятнее во вторых стоило чуть отстать от участников как они исчезали из виду а отыскать в лесу автомобили спортсмена получалось только по звуку не карта с контрольными точками меня в навигаторе было спасибо организаторам но какой из 24 точек сейчас пошли участники попробую гады иногда получалось экипажи группы туризм попали в поле зрения первыми проламываясь через редкие кусты полноприводные машины без усилий достигли контрольной точки далее традиционное фото одного из членов экипажа на фоне точки вперед в поисках следующего контрольного пункта как и ожидалось ничего сложного для категории туризм до ездить до точки не было гораздо интереснее следить за машинами старших категорий ну или квадроциклами они тоже участвовали в отличие от автомобилей брали точки парами в одиночку такие упражнения практически невозможны спустившись 10 метрового ответственного склона ребята быстренько сфоткались возле отметки и умчались дальше а мне тут опять повезло удалось сесть на хвост экипажу с бортовым номером 201 дроп 301 два номера не ошибка просто этот suzuki заявлен сразу двух классах хард и супер-хард а чтоб призов побольше одарести так вот кто и точка где только недавно побывали квадрики этот экипаж пошел другим путем спустившись на берег реки чуть дальше по более пологому склону для такого подготовленного автомобиля это абсолютно не сложно подъехали к точке запечатлелись на память и обратно подъем занял побольше времени но также прошел без неприятностей а дальше в болото после непродолжительных поисков было обнаружено контрольная точка отмечена краской на поваленном бревне судя по следам здесь уже кто-то побывал ну а сухая погода последних дней сделала подъезд к хардовой точке ну совсем простым две минуты на фотосессию и снова в путь следующая точка абсолютно не сложная под мостом через ручей дольше фотографировались чем до нее добирались ну а затем усилия пришлось прикладывать уже зрителям чтобы добраться до следующего контрольного пункта нужно было проехать всего четыре километра но каких четыре километра для обычно неподготовленной техники эта дорога очень серьезное испытание а местные жители судя по всему ездят у частенько искренне им сочувствую по данному поводу лично у меня так и не нашлось цензурных выражений для описания этого отрезка наиболее сложной точкой вернет точками стали пункты с номером 13 15 нашлись они под мостом через речку хатомля берега ее болотистые а сами . расположены на сваях моста которые довольно близко друг от друга стоят хорошо что самурай машинка небольшая а каково тут приходилось бы массивным уазом ну не знаю однако чтоб добраться по топкому дну до точки штурман трижды перецеплял трос лебедки иначе не развернуться и потом столько же в обратную сторону выброшись на твердый грунт экипаж еще минут 20 вынужден был очищать машину от собранного урожая трава намотавшись на карданы мосты жуткая штука если не снять то она высохнет и от контакта с разогретым глушителем может загореться или просто повредить тормозные магистрали были случаи уже пока ребята занимались машина я решил двинуться в поисках других участников это была главная ошибка немного поблугав по лесу никого не найдя связался с организаторами и выяснилось что пока мы прохлаждались самое интересное уже закончилось дальше участников трофе ждали ночные приключения ну а мне пришлось на этом поставить точку в развлечениях выходного дня надо признать не жалею отлично провел время прошлом выпуске бардачка я рассказывал об истории бренда lotus и пообещал поведать о том что сегодня из продукции легендарной марки доступна для украинцев ну что ж выполняю обещание до недавнего времени lotus официально не был представлен в украине однако известная компания авто интерпрайз исправила эту несправедливость и сегодня любой желающий может стать владельцем уникального автомобиля собранного вручную в великобритании у нас представлены три модели автомобилей элиз эксич и эвора лизы автомобили ну он такой больше трековый поскольку там механическая коробка передач шестиступенчатая у него вес 914 килограмм до в связи с тем что у него мощность 270 лошадиных сил соотношение мощности двигателя и его веса подходят для такой трековой езды если вот нравится такая спортивная машина вот вы прям фанатеете от форм автомобиля и вот хочется кататься по городу они только по треку то вот эвора и эксич идеальный вариант элиз во всей современной линейке лотуса наиболее спортивная модель высокая удельная мощность низкий клиренс жесткая подвеска и механическая коробка делают машину идеальной для гонок разумеется на специальных трассах нет никаких юридических препятствий для использования лист на обычных дорогах нет но в украине ты дорог нет по крайней мере в понимании конструкторов этого автомобиля кроме этого салонов машины уж слишком аскетичен для облегчения конструкции инженеры пожертвовали комфортом спортсмен это оценят а вот рядовые водители вряд ли лотус эксидж двухдверный компактный спорткар обладающий мотором мощностью 270 лошадиных сил и компактными габаритами позволяющими отнести его категорию городских спортивных купе по сути это дорожная версия гоночной лизы модель выполнена в классических традициях компании лотуса нас начиная эргономичной единой передней панели с монитором оптимизированной системой регулировки спинки кресел а также фирменной системой контроля траектории лтс трансмиссия 6 ступенчатый автомат вершину модельной линейки лотус занимает сегодня роскошное купе вора легкий кузов сочетание с мощным мотором позволяет разогнаться до 271 километра в час автомобиль оснащен всеми положенными по статусу атрибутами комфорта и безопасности есть разные версии обустройства салона например это двухместное купе с небольшим отсеком за спинками сидений а есть еще версия 2 плюс 2 со вторым рядом кресел подвеска машины обеспечивает хороший уровень комфорта как для спортивного авто но управляемость лотоса это уже легенда люди как бы у которых уже все есть и которые там коллекционируют машины которые этим увлекаются и хотят что-то новое особенное что-то то вот эти автомобили идеальный вариант поскольку ручная сборка каждая машина особенная ручная сборка это не преувеличение каждый автомобиль собирается индивидуально и тщательно тестируется на гоночном треке после того как машина попадает к заказчику она все равно остается под присмотром компании лотус владелец может получить любую консультацию по особенностям эксплуатации автомобиля возможно также изменение характера машины путем установки заводских тюнинг комплектов кстати все работы по гарантийному и после гарантийному обслуживанию автомобилей лотус в украине проводят специалисты компании авто энтерпрайз заинтересовались обращайтесь салон официального дилера лотус в украине терцем и гилан на кружной дороге вот и все на сегодня очередной выпуск бардачка подошел к концу и мы расстаемся как обычно на неделю не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время ну а пока я александр трепетин прощаюсь с вами всего вам доброго и гвоздя вам не жезла и 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